После каждого проезда разметочной машины на переходе появляется еще одна светлая полоса. Спустя час свеженький переход готов, а еще через час по размеченному участку можно ходить и ездить. В Самаре обновляют дорожную разметку. Оператор Виталий Мошин уже привык, что работает ночью с 10 вечера до 7 утра, чтобы не мешать движению автомобилей днем. Сначала делаем предразметку, а далее наносим машины разметочные на дорожное полотно. Мы наносим термопластик, на него распыляются светоотражающие шарики. Одновременно на разных дорогах Самары трудятся 6 бригад. Работают только по сухому асфальту, а если прошел дождь, нанесение разметки прекращается. В целом по городу подрядная организация уже выполнила 22% от плана. В июне предполагается полностью обновить дорожную разметку, а до конца сезона и те участки, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По сравнению с прошлым годом, объем разметки у нас возрос практически в два раза. То есть у нас было чуть больше 60 тысяч в прошлом году нанесено, в этом, как считалось, что 18. В принципе, этого объема должно хватить на весь город. То есть все пешеходные переходы в термопластике, все магистрали шириной более двух полос, они должны иметь уже нормальную разметку. В приоритете участки, по которым ходит общественный транспорт, пешеходные переходы и дороги, имеющие более двух полос в каждом направлении. А потом уже и все остальные. Кроме того, подрядная организация восстанавливает разметку в рамках гарантийных обязательств. Олег Зверев, Григорий Пешаков, Николай Сидоров. События.